Всем здорова, с вами Старпер и очередное видео из серии «Как не умирать на боссах в Децелс». Из предыдущих вы уже знаете, как не быть проткнутым копьем десницей, не получить оплеуху от гиганта, избежать внедрения тентакля конъюнктивиуса и не расплавиться в кислотной отрыжке матки клещей. Ну а сегодня узнаете, как не стать очередным фрагом Хранительницы Времени, одного из старейших боссов игры. Босс с Хранительницей состоит из трех фаз на минимальном уровне сложности и из двух на сложностях от одной клетки и выше. На них сражение сразу начинается со второй. Каждая фаза добавляет по одной новой атаке к арсеналу босса, улучшает уже имеющиеся и сокращает паузы между их применением. По умолчанию переход от фазы к фазе происходит на 70 и 50% здоровья Хранительницы соответственно, но эти пороги могут существенно отличаться от боя к бою в зависимости от вашего урона. Если он достаточно высок, то вполне реально одолеть босса вообще без перехода между фазами. Все атаки Хранительницы можно парировать с щитом, но так как далеко не в каждом забеге он у вас с собой будет, я расскажу о том, как избегать ударов босса, используя только прыжки и перекаты. Первая фаза всегда начинается одинаково, с разреза. Хранительница целеустремленно бежит к вам, затем замирает на мгновение и наносит один мощный удар мечом. Вы можете либо перекатиться ей за спину, либо, если начнете двигаться навстречу боссу сразу, просто пробежать мимо. Из-за долгой подготовки атаки на этой фазе нанести удар Хранительница не успеет. Кстати, босса можно бейтить на разрез, если держаться к нему поближе. Работает не каждый раз, но сделать бой более предсказуемым у вас получится. Вторая атака – Сюрикены. Хранительница отбегает на несколько шагов в противоположную от игрока сторону, отводит руку назад, подготавливая атаку, после чего выбрасывает по герою от одного до трех Сюрикенов. Каждый из снарядов летит в точку, где вы находились на момент броска, то есть самый простой способ избежать атаки – это двигаться в вертикальной плоскости. В общем, просто перепрыгните их. Третья атака – Гарпун. Как и в случае с Сюрикенами, Хранительница отбегает от игрока, также зачастую к самому краю арены, раскручивает Гарпун и швыряет его в героя. В этой атаке очень узнаваемая стадия подготовки, поэтому перепутать ее с Сюрикенами довольно сложно. Сам Гарпун тоже летит в точку, где находится персонаж, поэтому если у вас недостаточно вертикальной скорости, то попасться вы можете даже в воздухе. Если это произошло, то Хранительница подтянет героя к себе, обездвижит его и атакует разрезом. Если у вас нет щита или навыков, прерывающих атаки врага, то избежать урона от этого разреза не получится, поэтому лучше задоджите Гарпун прыжком и перекатом в воздухе. Переход между фазами Хранительница осуществляет с помощью Хоровода Сюрикенов. Перед их появлением она телепортируется подальше от игрока, после чего спаунит вокруг себя 12 вращающихся Сюрикенов. Через 2 секунды они разлетаются от босса во все стороны, а сама Хранительница переходит в следующую фазу. Если вы стоите на земле, то задеть вас может только Нижним Сюрикеном, который легко задоджить обычным прыжком. Именно с Хоровода Сюрикенов всегда начинается сражение с Хранительницей на сложности от одной клетки босса и выше. Во второй фазе обычный разрез заменяется на двойной. Как понятно из названия, Хранительница после первого удара мечом сразу же наносит еще один. Это атака с подвохом. Если вы ушли от первого удара перекатом за спину боссу, то он может моментально развернуться в вашу сторону и нанести второй. А может и не развернуться. Никакой связи между направлением второго удара и вашими действиями нет. Поэтому самый безопасный вариант – уйти перекатом от первого удара и отбежать от Хранительницы еще на парочку метров, чтобы не попасть под второй, если она все же развернется. Новая атака – Скорость Света. От босса по направлению к вам появляется характерное свечение, а через мгновение Хранительница проносится от одного края арены к противоположному. Эту атаку можно перепрыгнуть, но ее хитбокс немного выше, чем кажется, поэтому лучше и проще будет задоджить ее перекатом. В третьей и последней фазе уже двойной разрез отправляется на свалку, а на его место приходит тройной разрез. Комба из трех быстрых ударов мечом, которая на высоких уровнях сложности может отправить вас в тюремные камеры, так как порой урона даже от первого удара становится достаточно, чтобы накинуть герою микростан, и увернуться от второго и третьего вы уже не сможете. Как и в двойном разрезе, Хранительница может поворачиваться в направлении героя между ударами, но с небольшим отличием. Если вы ушли из-за спины перекатами от первого и второго, то для нанесения третьего она разворачивается всегда. Впрочем, доджится тройной разрез точно так же, как и предыдущие. Перекатитесь и отойдите в сторонку. Новая атака третьей фазы – мечепад. По всей арене и непосредственно над игроком появляются по два вертикальных луча, сходящихся в одну точку. Как только схождение завершится, с потолка упадет меч. Его можно парировать щитом, если, конечно, он у вас есть, и если вы поймаете очень тонкий тайминг. Ну, куда проще отойти в сторону на два шага. Так и делайте. Максимальное количество сюрикенов на третьей фазе возрастает до 7 штук, из-за чего доджетти становится значительно сложнее. Моя рекомендация – прыжок в сторону от Хранительницы, затем второй прыжок по направлению к ней и, наконец, перекат в воздухе. Если все сделано правильно, то первые сюрикены вы перепрыгнете, а от остальных уйдете перекатом. Атака скорость света в третьей фазе может проводиться до трех раз подряд, если точно в момент завершения анимации текущего проката вы находитесь в зоне поражения следующего. Иными словами, ее можно задоджить перекатом и двойным прыжком, но по личному ощущению тайминги для такого трюка еще тоньше, чем в парировании мечепада. Я рекомендую просто доджить первую скорость света перекатом, сразу же поворачиваться лицом к Хранительнице и ждать следующую. В этом случае времени среагировать вполне достаточно, будь то еще один прокат или другая атака. Как вы знаете, наилучший способ избежать урона – убить противника быстрее, чем он сможет навредить вам. Бой с Хранительницей времени – квинтэссенция этого принципа. Из-за ее скорости и огромного урона на атаках, даже одна малюсенькая ошибочка может стоить вам забега. И если бой с ней затягивается, эта ошибочка рано или поздно будет совершена. Иными словами, на развилке гигант-хранительница выбирайте ее только в том случае, если уверены в своем ДПСе и способности нагнуть босса за секунды, иначе все может закончиться печально. Ну и напоследок, я мог бы прорекламировать лучший файлообменник для общения, но решил показать вам вот эту страничку, ссылку на которую можно найти в описании. Буду благодарен, если воспользуетесь ее по назначению. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. В описании к видео также есть куча полезной инфы по Dead Sales. Не забывайте подписываться на мои каналы, если хотите. А с вами был Старпер. Всем счастливого и хороших забегов.